добрый день друзья я хотел бы с вами поговорить сегодня о таком аппарате как sharp aquas с 2 я не буду делать на него обзор не буду делать делать какие-то там сравнения с чем-то просто вкратце я бы хотел поговорить на такую тему если вдруг вы решили себе аппарат и вы еще по какой-то причине колеблитесь или подыскиваете за такую же цену другой то пожалуй я вам так скажу не ищите берите и сейчас я вам приведу несколько доводов во первых его цена его цена на gd.com составляет 10 тире 12 тысяч рублей в зависимости от времени там то ли вечером то ли утром но есть такие промежутки времени в которой там часа на два там цена падает чуть ли там не до 9700 рублей вот но я думаю что все это скоро закончится потому что акция не может длиться бесконечной и запасы данного телефона тоже не бесконечная а если покупать допустим на официальном сайте sharp то цена его будет гораздо выше поэтому ждать не стоит лучше покупать потом его габариты его габариты они просто вообще уникальные в каком плане здесь дисплей этого телефона составляет 5 5 дюймов разрешение 16 9 модная но но он по своим габаритам равен телефону с дисплеем 5 2 дюйма то есть вот смотрите вот этот телефон 5 5 вот nubia z17 mini s и и дисплей 5 и 2 дюйма но вы видите что у нас sharp меньше поэтому габариты его действительно они просто уникальны далее далее поговорим о камерах камеры в этом ценовом диапазоне они просто шикарные здесь стоит двойной модуль давайте заблокируем телефончик здесь стоит двойной модуль вспышечка апертура камеры 1.75 и величина пикселя 1 на 4 микрометра то есть такой же сенсор стоит но без 17 с то есть телефон который стоит далеко за 30 тысяч рублей в нем стоит такой же сенза естественно линза там будет покачественнее но тем не менее этот телефон фотографирует очень хорошо redmi note 5 фотографирует хуже то есть проверяли смотрели сравнивали redmi note 5 который там хвалит как будто это вообще там iphone 30 блин все на сяоми как будто весь свет клин сошелся но это не так это не так данный телефону стоит дешевле и все равно фотографирует лучше по видео да здесь есть один косячок звук этот телефончик пишет не очень но я не думаю чтобы это было критично прям до такой степени чтобы отказать чтобы там отказаться от покупки этого телефона это не так далее аккумулятор аккумулятор здесь 3000 миллиампер час 3020 но я думаю что вам вполне хватит его на день здесь очень хорошо оптимизированная система вот этот вот здесь нам нравится 130 под этот процессор поэтому я не думаю что вы испытаете каких-то проблем с автономности этого телефончика все равно вечером каждый останется там 30 или 10 вот это мне тоже интересно там дело дело значит обзор и говорят а некоторым хватает и на два дня ну блин какого черта если допустим телефоне осталось 30 процентов заряда вы что будете ждать его пока у нас днем разрядиться нет конечно а делать это ради эксперимента ты тут у них тут кого делать не будет даже пятьдесят процентов остается равно каждый день вы ставите его на зарядку поэтому проблем вы здесь не испытаете с играми тоже все у вас будет в порядке даже с тяжелыми играми немножечко поставите настройки на средние и все есть но если вы любите фотографировать то это телефон однозначно я вам рекомендую он очень легкий вес его всего же 140 грамм вообще держать его в руке одно удовольствие смотреть на это дисплей тоже немножко давайте поговорим о звуке здесь есть такая фишечка давайте зайдем в эквалайзер вот такая вот настройка поверьте как только вы включаете телефон преображается в музыке звук сочный ну конечно может еще зависит от наушников но у меня вот такие вот наушники я пользовался это blitzwolf кстати рекомендую классные наушники я покупал их на алиэкспресс и помню за помню 1170 они стоят я сравнил их сяомишными пистонами какие-то meizu пробовал блин philips пробовал нет все это ерунда вот эти наушники действительно играют классно здесь сопротивление всего лишь 16 он но здесь не за вы прочувствуете верха весь диапазон частот также пробовал вот таких вот зенхайзер здесь уже сопротивление 32 ома и он их раскачивает реально он их раскачивает в плане звуки в плане звука в этом с аппаратом все хорошо далее чтобы я еще хотел выделить здесь а кстати прошивочка здесь уже международная но прошивать им вам придется самим на 4pda все есть потому что телефончик вам придет на русском языке но без google сервисов поверьте прошить проще простого у вас займет это буквально 3-4 минуты просто самое главное не включайте вай фай не получаете обновление когда вы запустите телефон то есть телефон запустили к вай фай не подключаемся скачиваем прошивку 4pda смотрим инструкцию и прошиваем и все и проблем у вас больше с этим телефоном не будет стоит здесь android 7 1 кстати компания sharp уже выпустила обновление до 8 до android 8 1 такого же телефона но на другой платформе колоком 660 и там памяти 6 128 я думаю что на этот телефон тоже будет обязательно обновление до android 8 1 потому что все остальное в этих телефонах все одинаково естественно то телефон более дорогой и поэтому компания шар пришила все-таки обновить те аппараты которые более дорогие ну в принципе наверное все что я хотел сказать то есть не тратьте время не выбирайте если у вас допустим финансы ограничены там пределах там 12 тысяч рублей поверьте ничего подобного вы не найдете и даже имея больше сумму на руках в пределах даже 15 17 тысяч вы просто лучше ничего не купите как только вы получите этот телефон вы поймете что все что я вам сказал это действительно правда желаю вам хороших покупок до свидания